В этом видео мы попытаемся выбраться из самых популярных ситуаций похищений, которые вы могли замечать в фильмах, мультфильмах или даже в новостях. Например, что если вас связали и бросили на железные пути? Как вы выберете? Итак, ребята, представьте ситуацию. Вы перешли дорогу не тому человеку, он вас связал и оставил на железной дороге. Вашему сыну будет трудно гулять где-либо с прострелянными коленями. Правда? И ваша самая главная задача выбраться до того, как появится поезд. Лёха, давай быстрее, Лёха! Теперь он запустит, он близко. Да я понимаю! Скотч проще, чем я думал. Так, если что? Меня всё равно не услышат. Так, 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 камень, берём камень. Первая попавшаяся штука. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Если он сейчас поедет, я вообще никак не выберусь. Опа, первая верёвочка. Ребят, нам очень повезёт, если у вас, как и у Лёши, будет с собой нож. А, точно, точно, точно. Так, 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 аккуратно. Блин, повезло, повезло, хорошо, что я главный герой. Так бы мне ничего не казалось. Да блин, он нихрена не режет, канцелярские ножи. Так, какая периодичность поиски поездов. Лёха, быстрее, поезд сейчас развернётся, быстрее. Блин, я слышу его уже, ребята. Быстрее. Сколько мне осталось времени? Итак, Лёха, у тебя осталась минута, поезд всё ближе и ближе. Давай, давай. Режься, блин, губки слышу. Отрезал, отрезал. Это было очень жёстко. Я реально наложил. Ну, первое испытание я выбрался. Но следующее обещает быть жёстче. Я думаю, да. Но в этом ты справился, поэтому, ребята, если вы вдруг попали в такую ситуацию без ножа, я не знаю, что вам делать. Не, это жопа, потому что если по ниточкам так доставать, то есть средняя проходимость поезда примерно 2-3 минуты. И мы могли бы реально не успеть. Ещё можно было попробовать барахтаться и выкатиться как-то из дороги. Ну, короче, ребят, чтобы вы понимали, дальше что у нас будет происходить? У каждого будет какой-то, возможно, предмет, а, возможно, его и не будет. В этом раунде мне повезло, потому что у меня оказался нож. В следующем раунде я буду привязан к какой-нибудь машине, которая будет двигаться. И у меня ничего вообще не будет. И там мне нужно уже полностью включать свою смекалку, как выбраться из этой ситуации. Ну, а в этой ситуации Стаса похитили бандиты. Они известны своей жестокостью и профессионализмом. Они занимаются похищениями ценных грузов и людей на заказ. Для своих целей они используют различные способы похищения, подсыпают снотворные, обманывают и даже подделывают документы. Они отвезли Стаса в лес с дикими животными и связали плотной сетью. Ему нужно выбраться до того, как стемнеет и на охоту не выйдут дикие животные. Что могу тебе напоследок сказать? Сейчас медведи с зимней спячки полазили. Они ой, какие голодные. И малины им, конечно, мало, и мёда. Так что удачи. Так, сколько у нас там до темноты осталось? До темноты примерно часа полтора. Если ты за это время не выберешься, тебе жопа. Ладно, всё, удачи, паренёк. Больше не переходи нам дорогу. Да, ребят, не думал, что сейчас могу попасться бандитом из 90-х. Ладно, что у нас есть? Я связан какой-то супермощной... Слава поправочкой, я 2000 года. Супермощной сеткой. Хотя она не выглядит мощной, но здесь очень много слоёв. Не знаю, ребят, у меня предметов никаких нету, кроме телефона в кармане. Не додумались его украсть. Надо даже, чтобы кому-то позвонить, мне нужно сначала выпутать руки. И то не факт, что здесь в этом лесу ловит связь. Ладно, давайте мы пробуем пальцами разорвать эту сетку. Если получится, то будет круто. Не получается, скорее пальцы до крови. Дорогу себе. Давайте попробуем просто с помощью силы вырваться. Не получается. Так, ладно, давайте просто как червяк попробуем вот так вот выпутать руки. Не, ребят, это очень сложно. Давайте попробуем её высунуть через низ. Это будет легче. Всё, одну руку я снял, ребята. Возможно, я смогу вылезти, вот так через верх её снять. Так, ну мы выбрались наполовину. И желательно её разорвать. Сейчас у меня уже размах посильнее есть. Я смогу это сделать. Не, ребят, это нереально. Давайте попробуем взять палку, которая, возможно, поможет нам это сделать. Нет, палка не поможет. Ребята, смотрите, что здесь упало. Если что, возможно, поторгу и с медведями. Хотя, возможно, медведь скажет. Не лёшь, не лёшь, а потом я тебя с ним сам. Так, ребят, короче, смотрите, что у нас есть. Палка не берёт эту сеть. Мои пальцы тоже не берут эту сеть. У меня здесь появилась идея оторвать вот этот огромный кусок дерева. И попробовать разрезать палку им. Ребята, получается. Первый слой есть, погнали второй. Второй тоже есть. Походу, не хватит на ещё один слой. У меня бесконечный нож. Ребята, я смог это сделать. Ну, поздравляю, первое своё испытание ты, конечно же, выполнил, но запомни одно. Моё первое было на железке, твоё здесь. А следующее у нас будет гораздо сложнее, правильно? Следующее будет для тебя, поэтому готовься. Но, кстати, на самом деле у этого испытания очень много времени было, поэтому до темноты... Сколько ещё осталось? Минут 35-40. Ну, ты долго, ты час где-то бахал эту херню. Если реально будут, ребята, звуки медведя, то вы выберетесь и не из такой ситуации. Не забывайте переходить в наш телеграм-канал, потому что мы начали его очень активно вести. Всех буду ждать там. Там частенько выходят разные инсайды по съёмке, которые мы за дня 2-3 говорим вам, что у нас выйдет новое видео. Показываем какие-то фрагменты. Помогаете вы нам выбирать там обложки. В общем, мы с вами общаемся там, поэтому, ребята, ссылочка на телеграм будет в описании. Обязательно переходим. Ну и не забудьте поставить лайк под это видео. Лёша, успешный бизнесмен, стал жертвой коварного плана своих конкурентов, которые подложили в его офисе липовые документы и приклеили его к стулу скотчем. Он понимает, что это ловушка, и ему нужно выбраться и уничтожить все улики до прибытия спецназа. Каждая секунда на вес золота, потому что если он не успеет, его карьера будут уничтожены навсегда. Так, Лёх, как ты понял, у тебя есть 10 минут, чтобы успеть выбраться и уничтожить все улики, потому что скоро будет здесь спецназ. Да и мне, почему я опять рот заклею? Зачем нравится, когда я молчу? Отлично. Блин, почему в фильмах это всегда так сложно, отклеить рот? Мне кажется, это так просто. Помогите, меня связали, это все подстава. Ладно, так, моя самая главная задача, это выбраться с этой западни. И первое, что мне надо сделать, это добраться до стола, потому что там есть ножницы. Блин, это очень сила затратна. Так, ладно, включаем силу. Горло заболело. Так, ладно, попробуем как-то растянуть этот скотч. Скотч, он как бы немного резиновый, поэтому, возможно, получится его немножко растянуть. Блин, еще и ноги привязали, это вообще неудобно. Тут слишком много улик, ребят, надо срочно отсюда выбираться. Итак, начнем наши переговоры, может быть, мы все-таки решим все мирно. Я готов переписать вам долю 10% нашего бизнеса. Может, вы вернете, и мы переговоримся, я же уже за столом переговоров. Хорошо, 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 прямой. Так, отлично. Отлично, хорошо. Опа. Да, отлично, немного свободы появилось. Сколько мне времени осталось? 2 минуты 50 секунд. Реально? Да. Я что-то как-то затянул. Так, ну все, осталась, в принципе, последняя часть. У меня уже одна рука свободна, это хорошо. Теперь наша самая главная задача уничтожить все улики. Вот еще я сделал вид, что ничего и не было. Все, чисто, все. Здравствуйте, спасибо, спасибо, ничего не было. Ну все, ты молодец, ты выбрался, у тебя осталась еще одна минута, за которую ты можешь сделать себе кофе и даже всем спецназовцам кофе сделать. Да, понятно. Кстати, ребят, я только что пока он там рассказывал, посмотрел, что с моими руками. Вот тут немножко есть, вот. Шарамирование. И здесь все тело в этой херне. Я теперь это, зебра наполовину. Надо было еще сильнее скотчем заматывать. Прям полностью, всю пачку. У меня прям вся кожа уже слезла. Ну и что, главное, что я выбрался, ребята. Теперь, когда вы знаете, почему мы решили снять этот ролик, мы смотрим фильмы и такие, ё-моё, как он может не выбраться из этого? Во, спецназ. Пацаны, спокойно. О, кстати, классная идея. Я думаю, вы захотите все увидеть вторую часть этого ролика. Давайте вы напишите сейчас в комментариях ваши идеи, из чего можно выбраться, и мы реализуем их. Только для этого надо собрать опять же 100 тысяч лайков. Собирайте 100 тысяч лайков, пишите ваши идеи, и мы снимаем вторую часть. Стас случайно перешел дорогу мафии. Его похитили и решили утопить. Его связали цепью, присоединили к тяжелой гире и оставили на берегу реки. Ему срочно нужно выбраться, пока мафия отвлеклась. Итак, ситуацию ты слышал? У тебя есть примерно 3 минуты, чтобы выбраться, пока они там наперекурят или наперекусе, не знаю. И время пошло твое. Так, ладно, ребят, первое, что я попробую, это поднять эту легкую гирю и сбежать. Нет, это бесполезно. Надо что-то другое думать. О, блин, конечно, переходить дорогу этим мафиозникам лучше не стоит, ребята. Самое смешное, что он перешел дорогу на зеленый свет, на светофоре. Но там просто сидели мафиозники, и они такие, что он мне дорогу перешел? Здесь карабины, и я уверен, что, ну, это глупая была идея со стороны мафиозников. Я их просто раскручу. Здесь нужны, наверное, плоткогубцы, чтобы раскрутить их. Нет, карабины я не смогу раскрутить. Так, ребята, следующая идея, которая пришла мне в голову, найти камень, чтобы разбить им цепь. Сколько у меня там времени осталось? У тебя осталось 2 минуты всего лишь. Ладно, камень я здесь не вижу поблизости, здесь нет камней. Давайте попробуем разбить цепь с помощью гири. Просто бросать ее на цепь. Мне сейчас бы кости просто сломало. А, нет, ребят, тоже не получится здесь же. Мягкая почва. Ребят, ладно, погнали искать камень. Мафиозникам меня не поближе. Ребята, а знаете, вот прикол, да? Я сам себя сейчас утоплю, они придут и расстроятся, и скажут, давайте быстро его достанем, отживим, спасем и скажем, как ты так посмел сделать, и меня еще раз попробуют убить. О, ребят, нашел карабин. Так, давай, let's go. Что с камнем стало? Он треснул, походу. Ребят, просто посмотрите, камень разломался. Я так понимаю, это, ну, не просто железяка, это, скорее всего, сплав. Его камнем не взять. У тебя осталось 20 секунд, и к тебе приходят мафиози. Короче, если у вас с собой нет никакой пилки, да, для ногтей, ну, конечно же, для железа, для сплава, то вы никогда в жизни не выберетесь в такой ситуации. Только если брать гирю и бежать. Леша всегда был осторожен, но сегодня он переоценил свои силы и вступил в конфликт с уличной бандой. Результатом стало то, что его привязали к машине и ушли. Внутри машины находится газ, а снаружи дорога из бензина. Леша должен успеть освободиться и спастись от взрыва. Как вы поняли, Леша нужно успеть выбраться из своей тачки, пока газ не заполнил всю машину и он не задохнулся. Итак, у него есть примерно минута. Давайте посмотрим, как он будет с этим справляться. Итак, ребята, у меня есть всего лишь минута, потом эта тачка наполнится газом и взорвется. Короче, я жертву 10 секунд на то, чтобы попросить вас прямо сейчас спуститься вниз, поставить лайк под этот ролик. Если вы собираете 100 тысяч лайков, мы выпускаем сразу же новое видео. Так что, ребята, собираем сегодня, сегодня и выходит новое видео. Так, 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 выкарабкиваемся. Капец, мы не зажали их очень сильно. Блин, он зажимается очень сильно. Так, попробуем сделать трюк кистями. Расслабить немножко. Немножко, немножко. Я видел такой фильм. Главное прокручивать по оси. Прокручивать по оси всегда. Так, ё-моё, давай. Давай, 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 тяни. Так, 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 так. Оооо, блин, нифига себе, она бомбанула. Смотрите, просто все сгорело. Да, только очень странно, что мой Ягуар превратился в Ниссан. Ты молодец, ты успел выбраться из машины и выжить, потому что с Лёшей было бы не очень. Все хорошо, судя по этой паре. Точнее, не паре, а стекло. Да, я окрыл, да, окрыл. Да, жестко. Я, кстати, не понимаю, что могло произойти с этой машиной. Фух, ну а я тебя поздравлю, потому что у меня получилось выбраться за положенное время. Мне оставалось совсем немного, но мы все-таки это сделали и не остались в такой горелой машине. Потому что по факту челленджа, если бы я не успел, она бы точно так взорвалась в монтаже. Но я бы сидел там внутри. Ну вы понимаете, у нас все по-настоящему, я бы сидел в этой грязи, в этой всей херне, чтобы кадром был эффектно. Но мы справились с этим. Лёшу похитил кровожадный людоед и привязал в подвале. Лишив его света, его время ограничено, поскольку людоеды хотят использовать его в своих кулинарных экспериментах. Лёша должен быстро найти способ выбраться из этой ловушки. Итак, ребята, судя по правилам ситуации, у меня есть примерно 3 минуты, пока отошел людоед. Итак, чисто прикинуть, здесь примерно 40-50 стяжек. Я приколил не к какой-то металлической херне, которую можно вырвать, а чисто к частью здания. То есть это очень сложно будет вырваться. Если бы я был приклеен здесь, было бы гораздо легче. Итак, давайте пытаться как-то через натяжение это все делать. Так, ладно, можно будет попробовать попилить. Оно как-то очень плотно прицеплено. Давай, 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 давай. Слышите? Кажется, он подходит ближе и ближе. Блин, вот это атмосферно, конечно. Ну ладно, если меня сожрут, значит 3 минуты мало, чтобы выбраться из 40 стяжек. Блин, руки горят, ребят, на самом деле это очень больновато. Опа, что-то было. Заворачиваем. Опа. Ребята, короче, лайфхаки, если вас свяжут с стяжками, вспомните этот ролик. По одной штучке выдергивайте, по одной. Две, это уже сложно будет. Три, четыре, или сразу все это пустая трата сил. Отлично. Давай, давай, давай. Со стены я выбрался, теперь мне надо как-то руки. Я видел в фильме, что можно просто бить по стяжками, а не лопнуть. Раз. Здесь небезопасно, здесь тупик. Пойдемте в другое место, пока зайдем. И по пути будем выбираться. Мне кажется, здесь склад костей этого маньяка. Там закрыт. Блин, надо как-то по одной ломать, чтобы выбраться и начистить лицо этому маньяку. Давайте натягивать пальцем в одну сторону, а кистью в другую. Работает, лайкоса, лайфхак. Ну, это теперь рука более подвижная, это означает, что будет теперь проще. Я что-то громко говорю, у нас же типа здесь по сюжету маньяк. Раз. Короче, ребята, по одной стяжке вытаскивайте, и все будет у вас супер. Так, теперь наша главная задача. Вторая главная задача выбраться отсюда, чтобы нас не сожрала эта пельменина огромная. Ничего, лопух, не получилось, да? Мы уже ушли. Однажды Стас надел свои новые кроссовки и пошел прогуливаться по городу. Вдруг на улице встретила его группа хулиганов, которые стали насмехаться над его кроссовками. Хулиганы напали на него и привязали к столбу. Теперь Стасу нужно выбраться из этой нелепой ситуации. Фух, ребят, как можно было вообще попасть в такую нелепую ситуацию? Но если вы вдруг попали и вас связало там 89 человек, хотя у меня связано было 50, то надо как-то выбираться. У меня время неограничено, я могу пользоваться тем, что я могу попросить прохожих помочь. Вот, но мы обойдемся без этого и попробуем развязаться, потому что это всего лишь шнурки. Первое, что я сделаю, это попробую рожать руки. Не, не получается, шнурки очень крепкие. Давайте попробуем второй вариант. Это отталкиваться от столба ногой. Это тоже очень плохой вариант. Давайте попробуем что-нибудь другое. О, мои руки! Фух, если мама спросит, почему я после школы так поздно пришел, я ей скажу, что... Мамы шнурки я выбирала для кроссовок. Ладно, давайте силу трения проверим, я после физики. Так, что там у нас происходит? Я понял, что столб скорее развалится, чем шнурки, но я увидел, что здесь можно развязать узел. Не, ребят, это нереально. Хорошо, что у меня время не ограничено, давайте пробуем дальше. Парень, привет. Помоги, пожалуйста, меня забулили и привязали к столбу. Он вообще на реакции. Извините, а не можете помочь выбраться? Реально, какие-то люди вообще недружелюбные. Голубь, голубь, поможешь выбраться? Голубь тоже больше. Помоги, пожалуйста, выбраться, меня забулили и связали шнурками к столбу. Какой узел. Да, хулиганы, конечно, здесь в этом районе. Узел очень хороший, я не смог развязать. Может, у тебя есть какой-нибудь, ну, типа, ножик, там, не знаю. Я ножи с собой не могу. Ну да, точно. Бредовый вопрос. Ну, может, ты повар, на повара учишься, нет? Повара-кондитера буду учиться. Реально? Да. Круто. Мне родители повара. Выбраться можно, если хорошие люди есть рядом. Вон та девочка, запомните, она ушла. Она молодец, ей большой лайк. А хулиганам дизлайк. Со шнурками этими дурацкими. Нас похитили и связали пленкой. В здании взрывчатка и идет эвакуация. Нам необходимо придумать план действий и найти способ разорвать пленку, чтобы освободиться и покинуть здание до того, как бомба взорвется. Так у вас осталось ровно 2 минуты, и по ущечению этого времени это здание взлетит или взорвется. Если вы вдруг не обратили внимания, вы очень плотно закручены, заматаны. Вы не сможете выбраться из этой пленки. И вы взлетите вместе с этим зданием. Ну, Чел сказал, что у нас осталось 2 минуты, а потом все взорвется. Ты в курсе, что мы с тобой связаны? Ну да, мы как сиамские близнецы. Чтобы вы понимали, какое самочувствие вот под этой пленкой вместе с этим человеком. Во-первых, очень, очень жарко. Во-вторых, я вот хочу что-то сделать. Допустим, ну, спокойно посидеть. Но я не могу, потому что он трясется и колотится. Блин, ты слишком спокойно говоришь для того, что тут все заминировано нахрен. Ладно, давай пробуем на счет 3 вместе тянуть и растянуть. Раз, два, три. Я предлагаю попробовать перегрызть. Да е-мое, а что делать? Есть план вообще? А давай крутиться в разные стороны. Давай. Получается ли скул лайк? Давай, я не знаю. Чувак, мы падаем. Нормально? Да. Давай, может, пробовать пальцами, продрявить, это все херней. Кстати, палец нормальная тема. О, смотри, я уже порвал часть. Смотри, мы из уродливой гусеницы, сейчас превратимся в прекрасных бабочек. Давай, превращайся, превращайся. Я сейчас выберу все. Давай. Это взрыв прогремел. Ну, мне кажется, если бы это была реальная жизнь, мы бы так спокойно не разговаривали. Простой раунд получился. Мы из него выбрались очень легко, конечно, все затекло. Но было весело. Стас, популярный видеоблогер, попал в ловушку своих злейших хейтеров. Они вырубили его, приковали наручниками, где он сейчас находится без возможности свободно передвигаться. Ему нужно как можно быстрее выбраться из этой ловушки, чтобы продолжить свою работу и доказать своим фанатам, что никакие хейтеры не смогут остановить его. Патовая ситуация, но никакой хейтер меня никогда в жизни не остановит. Давайте думать, что у нас есть. У нас есть наручники, которые я, в принципе, могу разорвать. Ну, вот если со всей силы вот так вот сделаю, они поломаются. Но мы не будем делать это как животное. Давайте попробуем это сделать по-другому. Посмотрим, что у меня есть в карманах. Это, первое, телефон. С помощью телефона я могу кому-то позвонить, попросить помощь, но мне сейчас пока что это не нужно. Я выберу сам. Тут что? Не могу досенуться, очень больно. Руки вообще переживают наручники. Тут, знаете, ребят, есть некоторые чуваки, которые с помощью ловкости пальцев вот так вот достают руку из наручников. Но я не понимаю, как они это делают. Это не мой способ. И что еще? Так, у нас есть ключ. Что я сделаю пилочкой? Ногти постригу только если. Давайте попробуем эту штуку открыть наручники. Давайте представим, что я здесь уже часа три стою. И из взломщика любителя я превратился в взломщика профессионала. Опа. Понятное дело, что наручники не настоящие, но если бы они были настоящие, скорее всего, это было бы невозможно. Не у всех есть нужные навыки для того, чтобы выбраться из наручников без помощи ключа. Поэтому, ребята, если вы попали в такую ситуацию с наручниками, они еще прижимают вам руки, то просто кричите и не забейте на полно. После просмотра этого ролика советую посмотреть тебе эти два, которые появились у тебя на экране. Я их сам лично подбирал. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал. Но с вами мы уже видимся в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.